Мы пробовали своими средствами, конечно, там крошкой засыпать, но это не решение проблемы, так скажем. Действительно, подъездные пути к Соликамским больницам оставляют желать лучшего. То же самое можно сказать и про дороги, ведущие к приемным покоям больницы. И чтобы изменить ситуацию, нужны деньги. Я не знаю, что вам сказать, но, честно говоря, мы ждем помощи. Потому что предварительно, то, что я вам говорил, средств на подъездные пути, на территорию, так скажем, нас просто нет. Напомним, все Соликамские больницы уже несколько лет относятся к ведению здравоохранения Пермского окрая. И ремонтом больниц министерство планирует заниматься, выделив порядка 30 миллионов рублей медучреждениям города на 2018 год. А вот с дорогами нужно разбираться городским властям. На наш запрос они ответили следующее. Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения относятся к полномочиям органов местного самоуправления. Выделение средств из краевого бюджета на текущий ремонт дорог и подъездных путей к учреждениям здравоохранения на территории Соликамского городского округа невозможно. Администрация города в свою очередь сообщает, что земли не принадлежат Соликамску и они не могут заниматься ремонтом подъездных путей. Кроме того, больница сама может себя обеспечивать. Помышление немножко перестроить надо в медицине. То есть они на сегодня сами источники своих доходов. А не просто так, что вот нам столько надо, дайте нам столько. Немножко не так. Заработанного не хватит на ремонт подъездных путей, говорит главный врач города Олег Георгиев. Да и ремонтом должны заниматься городские власти, сообщает Министерство здравоохранения. Администрация же считает, что будет нецелевое использование бюджета. Замкнутый круг получается. И чтобы из него выпутаться, больницы Соликамска должны предоставить документы по земельным участкам, чтобы точно знать, кому они принадлежат. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Сольтовая».